Ещё челлендж какой-то. Гудгейм образовательный, прочитайте вслух всему чатику, кто такие куколды. Из первой строчки. Слушай, ну, хорошо. Я думаю, что надо с челленджами сразу закрывать. Мы уже начнем с 1,500, которые уже есть, и мы будем играть в семифинале против TH или 1,2,0. Верно, против 1,2,0. Прямо. Хорошо, друзья, давайте начнем третий игрок. Фокус против Муэн. Кто будет выбрать в первом матче? В последний игрок не простой, в первом матче на Найдове. Обычно игрок, который... Образовательный, да. Нет, я отказываюсь. Спасибо тебе за 400 рублей, просто сейчас это ещё в дискуссию какую-то перерастёт. Отвлекаться от Варкрафта на куколдов не надо. Поехали. Так, наверное, надо чуть потише комментаторов сделать, потому что... Да, кипер первый. Собрались. Надо было просто выполнить. Но Мун после поражения в полуфинале, на первой карте в полуфинале, сори, он же в конце концов собрался и победил. Такие классные были матчи. Прекрасный контроль. Конечно, в Мироре, несмотря на то, что было разнообразие, но это уже были отточенные годами стратегии. Там не было таких прям каких-то неожиданных поворотов, решений именно в плане, в стратегическом плане. Микроконтроль, да. Тактические решения, да. По микро хотя бы, чего этот дирижабль стоит, который пять медведей спас, и на последних хитах над лесом был телепортирован на базу. Это было смешно, спасибо за стрелку. Спасибо, Брус. Ох, это было очень близко. Там оставалось после удара барака? Да ладно. Два барака. Понятно. Да какая нью-мета, что он несет? Это... Какой Невагет... Что? Ну, ёп! Он даже Арчу не делает. Хантерс Холл спрятать хантресы и застроить протекторами. Видимо, такой план у Муны. Посмотрим. Короче, судя... Два варианта. Либо Мун делает это для того, чтобы прокрепиться с двумя бараками, что крайне маловероятно. Либо он это делает ради... Это пуш, это пуш. Там Хантерс Холл уже должен делаться на Мэйне. Рядом с... С Мунвеллами. И фокус это не разведывал. Не разведывал. Что-то у Муны не получилось сейчас. Он покачал головой. Да, Хантерс Холл есть уже, готов. Пошли к Хантерсам. Какая-то, к черту, нью-мета. Так играли, и с Кипером в том числе. Кто только так не играл. Увидел второй барак. А вот это уже палило. Потому что, да, тут же втыкается Ламбер Милл. Фокус понимает, что... Да, и видит иллюзии Хантерс Холл. Все понятно. Нежданчика не будет. Ну, и вообще странно надеяться на такой карте. На такой карте надеяться, что пропрет неожиданно два барака с застройкой протекторами. Но минус... Что, шесть рабов на золоте? Да, это перебор. Да, лишний. Здесь же ты даже не захочешь, так или иначе будешь пробегать мимо этого барака. Минус в том, что, как и любой улыновой стратегии, все, все поставлено на кон, и ты уже так просто не можешь отказаться от этого плана агрессивного. Не можешь. Ну, можно, конечно, увидеть... Ну, если там будет какой-то вообще перестраховки, типа, вышку уже поставит сразу же или закажет катапульту заранее, что крайне странно. Можно пойти поставить экспанд и типа с двух бараков пожить каким-то макаром. Да, он в экспойдет. Он не будет застраивать. Может быть, изначально он хотел так сделать? Да, ты два. Не факт, не факт. Да, да, да. Скорее всего, это подстройка. То есть, если бы этот второй барак по каким-то причинам не был найден, минус виспы, это откладывает появление экспанды. Если бы этот барак не спалили, то Муну была бы опция пойти еще в агрессии подзастраивать. Но так как он увидел, что Блэйд в курсе, скорее всего, даже он и Ламбер Мил подглядел на Мэйне. Ну, по крайней мере, это логичное действие. Если спалил второй барак, то Мил надо ставить. Вот. Да, никаким макаром не может помешать. Ну, там прикопка уже есть. И в инвес уходи, не уходи. Это риск! Что? Что? Прикопка! Прикопка! И минус Блэйд! Что это? А-а-а-а! 3-2-2! Да вы вообще не соображаете! Он специально ради артефакта отдал первого Блэйда, потому что... Ну, артефакт вообще подороже-то стоит. Зная, что он сможет захексить кипера, чтобы тот не получил опыт. Йоооо! Вот типичный синевик в чате атака пишет днище. Какой же ты не очень! Ядрить! Какие же они красавцы! Да, герой, если он в Хексе, не получает экспу. Ради первого Блэйда... Да ладно, вот это такие... Такие дикие размены. Вторая Виверна пошла. Против двух Бараков и Хантрест, конечно, очень хороший опенинг. Одна Виверна уже отменила. Протектор. Третий кипер. Оооо! Это Арча разбудила нейтралов! Что? Класс! Нам не показали, но это очень было классно. Там, кажется, Арча... Там нейтралы спали. Ну, кроме Голема, но понятное дело, что Голем так просто не стреляет по пролетающим, если не остановится. Явно они должны были сагрены. Должны были быть сагрены. И Арча, которая пробегала мимо изначально бежала за Виверной. Скорее всего, сделала выстрел по одному из троллей. Что те проснулись, кинули сетку в Виверну, пролетающую мимо. Какие... Пссс! Ну, переход, естественно, в Арчи, потому что... А что еще делать? Пока нет Т2. Каким образом контрить Виверн? Только Арчи и протектор, и все. Да, и герой... Все равно Блэйдмастер был коцаный, Блэйдмастер был без маны. Воскрешение первого уровня героя стоит 170. Он почти гарантированно при Виндвоке подрезал артефакт. Иной он его подрезал. Ну, потому что эльф не должен тратить прикопку, он должен дождаться, когда Блэйд выйдет из инвиза, а потом уже, ну, учитывая его ману. Так, Мун закидывает... Да, вижена не так много. О, сейчас опять ситуация какая-то на лагере наемников. Виверна пролетала, но на этот раз... Да, опять, да. Вот он реально там держит специально Арчи. Это был... Это старый момент, это старый момент. Слушайте, это случайно произошло. Это произошло случайно. Просто пробегали мимо Арчи, на них согрелся голем и проснулись остальные и кинули сетку. Все, ладно. Тогда, конечно, не будем приписывать лишние заслуги Арчам. Хороший диспол. О, можно тролля подрезать. Смотрите, диспола-то нет. А тролль мега жирный, мега важный. Он тут вносит дамага за троих. Прикапывает тролля. Свиток-свиток, правда. Книгу еще прочитал. Да можно еще суху под... А, нет. Сразу откидывается с... с... хексом. Алхимик второй, Т2, соответственно, мы видим, что готов. Рунные браслеты ненужные. Огромное количество замазки у сухи. Испугал виспа, что тут взорвался без выстрелов. Там Виверна умирает на тролля... Это косяк. Да. Фокус теряет... Какую? Вторую, третью Виверну. Вторую, кажется. И не отвел еще суху. Ё-моё, такие ошибки у фокуса в этот раз. Но второго лечения нет. Сейчас одного энта убить. Хороший крипт-джек. Иллюзии пошли. Телепортируется сразу Мун отсюда. Но теряет минимум арчу и еще одну хандреску и артефакт не забирает. Да, пошла застройка. Еще одна Виверна на протекторе отдается. Правда, отдается еще одна арча. Вторая. Третья. Веспы пошли. Хорошо. Ну нет, нет, нет. Все задиспелили, с тому же маны не было. Козла начинает атаковать. У козла есть Мунвел, во-первых. Там большой энвул у Блэйдмастера, но там свитки еще. Один свиток, второй свиток. Как тут продавить? Нереально продавить. Барак, протектор. Очень красиво держит оборону Мун. Я бы хотел, конечно, чтобы Мун все-таки проиграл. Это нам банально выгоднее. Опять козла подрезают. Лечение прекрасное. И фокус вынужден отступать. У него нет экспанды. Для лечения больше нет фокуса. Он здесь останется, скорее всего. Да. Отступает. Минус кодой. Все. Потеря Виверн. Довольно большое время работал эльфийский экспанд. Ну и, возможно, не стоило идти вообще на эксп, потому что на мэне картинка гораздо более приятная глазу для орка. Там всего лишь 4 Мунвелла до мэйн. Там все. Ни барака, ни протектора. Ну, чаще ты просто идешь на экспанд, отталкиваясь от того, что чаще всего он хуже защищен. Но не в этой ситуации, как вы видите. Мун закрепил красную точку. Точнее, не красную, там большого огра. Выманил, убил. Должен был убить. Да, ему выпал артефакт, видите, 4-4. Переключился на черепашку. Колечко такое себе. Да, у фокуса ситуация плохая. Со временем становится все хуже и хуже. Увидел, что на красный уже вырезан этот огур. Сейчас можно поймать. Да, он понимает, что лучше ему тут не... Да, да, да. По сравнению с теми жертвами, которые могут быть из-за того, что армия не в позиции, из-за того, что побиты некоторые люди. Да и, в принципе, тебе не обязательно прямо сейчас сражаться. Даже это вредно сейчас сражаться. Да, хотелось бы подкрепиться, вот не давать орку так... Плохо, когда ты стоишь у себя на базе, а в это время противник крепится. Даже несмотря на то, что у тебя есть экспант, это может привести к плохим последствиям. Четвертый уровень СХ. Ну, как раз тут... Если бы это были... Хотя змейки тут вообще не нужны. Второй хекс не сильно... Ой-ой-ой, опасный момент. Пятый кипер попадает под удар. Есть став, есть став, есть пот, но очень много сеток. Нужно... Нужно пытаться ставом убить и став... Блэйд еле-еле уходит. Не-не-нет, это нереально. Вы что? Алхимик вытанковывает, идет вперед. Фокуса очень плохая ситуация. Плюс он еще пытается здесь построить нычку, которая скорее всего спалится. Там любой юнит заходит шальной, а никто не идет. Не-не-нет, энд, 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 герой, герой. Энд проверил. Два свитка, но по лимиту разница слишком жуткая, потому что плюс 20. Блэйда есть инвул, нельзя отдавать, конечно, эту шахту. Надо разводить, наверное, на инвул, Блэйда прикапывают, он вынужден сейчас будет по... Эш... Что? Серьезно? Что ж ты так против Хэппи не контролил, а? У него, блин, инвул, у него свиток, Блэйд умирает медленно, понимаете? Может, он уже руки на тот момент допустил, но... Какого хрена? Мун просто пояснил брату-корейцу, что бабуля ни к чему нервничать лишний раз. Опять начинает идти... Адепты теории заговоров, ставок и прочего. Но он не мог сделать это. Он не мог сделать это. сделать это. И также, Шадоанда на укрепень лв2, ручка на северный Блэйд мастер был так кредит. Он был один укрепень и укрепень укрепень и укрепень и укрепень . Да, я согласен. Пока лозера не отыграли, пока не определен противник, смысла там что-то планировать и кому-то куда-то отдаваться. Это хороший, кстати, аргумент, чтобы сетку именно в такую последовательность, матчи в сетке проводить именно в такую последовательность. Что там две разные расы, а риск, если ты не выходишь из группы, там сразу такой... Ну, по деньгам очень сильные риски идут. Просто в руку не зашли айтемы. Ох, ну... Да нет, он же терпел по большому количеству микромоментов. То есть он терял виверн, иногда даже на ровном месте, просто на последнем тролле... Ой, сори, F1. Нажал, потому что задумался и начал F1 очищать. У меня на кнопке F1 грязь, поэтому я в мыслях своих пошел и кликнул случайно. Так вот, одна виверна на лагере наемников, одна виверна на несчастном троллее, который там чуть ли не последний был на этом магазине. При этом сражение дал не очень удачное на экспанде. Во-первых, поздно, во-вторых, на этом экспанде было все. Ну, разве что там не было, не знаю, еще парочки мунвеллов, чтобы не четыре было на мэне, а один на экспанде. А там три-два как-нибудь. Три-два, ну, три-два-два. Вот, и в результате, не сделал он разведку, на мэне сражаться было гораздо комфортнее. Сто процентов. Ни протектора, ни барака. Это точно. Но, возможно, это эффект игры против Муна. Но он же непонятный. Ну, хотя играл он довольно стандартно. То есть это, опять же, два барака. Хотя эльфы чаще играют как раз через один барак экспанда. Второй барак, я думаю, все-таки здесь был поставлен для того, чтобы либо напугать, это типа фейк-пуш, либо, если бы его не спалили, мог сыграть гораздо более агрессивно Мун. Я даже не помню, когда в последний раз на про-уровне в эльф успешно орка застраивал с протекторами. Кажется, на этом турнире была такая игра. О, мне шаверму принес. Класс. Как раз вовремя. Все, я этот матч буду шавуху точить. Шучу. Извините. Мой завтрак. Ну, заработал, че. Уже пару челленджей закрыл, можно поесть. А кусару приятно. Да я не буду. Шаверма говорит, наш питерский. Да, это царская еда, студенчество. У вас челлендж как две шавухи. Но мне же еще семью кормить надо, правильно? Заработал, все. Знаешь, сколько коты едят? У нас их два. Ладно, что? Что, там поздний герой? А, почему? А, он думал, кого заказать? Фокус. Это очень странно. То есть, кроме потери по времени, он ничего не добился. Могла быть, типа, дезинформация, приходит висп, там все еще героя нет. Типа, загадка, интрига. Вот, но он... Я думаю, что это лишь ухмылку вызовет. То есть, не должно сбивать игроков. Поздний герой, это могут быть хедхантеры, но это сразу чекается. То есть, если барак стоит по такому таймингу, можно даже мил не смотреть. Ну и мил можно посмотреть. Неважно, короче. Это просто... Просто завтык. Просто завтык. Да, подсказывают комментаторы, что, может быть, это был первым барак по этому алтарь, для того, чтобы Грунцер вышел пораньше. Ну, зачем, если у Блэйда дамага больше, ему особо поддержка здесь не нужна, в виде там второго Грунцера. Он и сам с усам может эти артефакты выбивать. Легко. Очень странно. Берите курсор с лица. Вообще без проблем. Спасибо большое. Спасибо Оун Три за то, что сакцентировал на этом внимание. Мы тебе все благодарны. Найти Гранта, это не... Это не значит, что Грант умрет. Хотя с котом, с котом уже все, уже попроще. Это попытка очень странная от фокуса спасти Гранта. Каким макаром, если... Ох, добил? Добил вроде. Угу. Ставится база. На этот раз одного барака, насколько я понимаю, да? Нет, с двух все-таки. С двух бараков. Успеет отменить? Похоже, успевает. Хотя когтей нет. А, нет, много маны. Да ладно, серьезно? Я думал, что будет прикапывать. Не хочет тратить, видимо, да, маны. Наверное, просветочка нужна. И после этого только ставить нычку. Да, просветку взял. Пока что крепится Мун. Но он пока крепится. Он должен убедиться в том, что здесь Блейд. Прикопать его. Красиво. И можно сейчас ставить нычку. Уже можно ставить снова базу Муну, потому что он знает, что Блейд рядышком, что время типа есть на стартовый. Почему-то он не делает этого. Только сейчас и выходит ставить. Да, все по логике. Сейчас надо, правда, было побыстрее. Ну, чуть раньше, блин, выиграл бы где-то 100-150 хитов. Но сейчас уже не будет отдавать Мун этот хит, естественно. У него есть просветка, во-первых. Во-вторых, тут довольно большое количество котов. Там уже совы. Суха выходит. Крепит лагерь. Иллюзия Блейда Атом. Сражалась с троллями. Неравный бой. А в это время нам не показывают, но Блейд пытается отменить экспанд. А это минус Блейд. А, нет-нет-нет. Если... Там персоналочка же есть. Ладно, все, развел на... А, нет, дамага не должна хватить. Не, не хватит дамага, конечно же. Ну, это тоже минус 150. Просто для того, чтобы идти от прикопки. Это будет... Нет, это будут, скорее всего... Это... Это Змейки и Лечение. Соколовская стратегия. Геннадия Соколова, знаменитого орка. Это мультигеймер. И довольно известный. Который показал себя на профессиональном уровне в нескольких дисциплинах. Вот. Третий козел. Где когти-то? Вообще не прет с артефактами. Во-первых, Сахе выпадает в Ван Дупмана Стилинг. И ни одного когтя у Блейдмастера. Ну, что за... Просто немножко подрезал экспант. Ну, толку им нет. Не знаю, зачем он просветил, если честно. Видимо, для того, чтобы... Серьезно? А зачем? Не понял. А, у него типа в КД... А он не уйдет отсюда, да? Да ладно. А там... Офигеть. Офигеть. Извините, я неправильно оценил ситуацию. Там персональный телепорт был на кулдауне. Вот и все. С фокусом творится что-то не то вообще. То ли это аура Муна, то ли... Но тот уровень игры, который... Может быть, мэтчап не его. Но тот уровень игры, который он демонстрировал против Хэппи. И главное, вопрос исполнения. То есть стратегии-то ладно, хрен с ними. Они более-менее стандартные. Но уровень исполнения... Платин, но Хэппи же еще не выиграл Ла 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 это. Правильно? А риски на несколько тысяч долларов. Могут корицу машнить? Редкие могут. Но я что-то верю, что Мун не опустится до этого. Никогда. Да, Змейки, Пуш, Хилен Вард. Очень хороший Вард. Прям он так сейчас помогает. 40 лимит на 50. Без веспов здесь сложновато будет отбиться, кстати. Недоконтраливает сейчас Мун. Но там всего лишь первый Блейд. Первый Блейд. Надо барак может выкапывать этот ближний. Здесь протектор ставить. Мун, Валь, по Муну, next to the engine of war. It's now empty, but it provides so much. The Night of Tho has to engage, waiting for his Alchemist. Three damage for focus. Да, бежит, бежит Алхимик пока что. Не хочется пробегать. Смотрите, Хантрес выбегает вперед сразу от Змеек. Ловит огромное количество урона. Под спидами побежали за козлом. У него вообще ничего нет. Прикапывают, тем не менее, Блейда. У него свиток. Пурш на него. Но со здоровьем это проблемы. Причем там первое лечение. Вторые Змейки, первое лечение. Блейд может вообще отсюда уйти. Высосали ману там, я видел. Плохая позиция у фокуса. И он отсюда не уйдет. Закидывает осетку напоследок. Не, на самом деле, тут все равно фокус умирает. Из-за чего они орут. Но это 2-0 изи для Муна. Потому что продолжение после этого вряд ли будет. Потому что по... Ну, потому что экспант палится. Здесь экспант работает. Полюс 15 лимита у Муна. И Блейдмастер вздыхает. Кипер пятый. Еще прикопочка сейчас будет. Хотя... Я не уверен, что стоит тратить прикопку, учитывая то, что там пара-тройка шаманов отступили спокойно. Да. Вообще без интриги. Без интриги, с ошибками. Фил Волт говорит, так что там, заливать на хэппи еще раз денег. Вообще без понятия. Я не хочу брать на себя ответственность. Он еще мимо проходит довольно жирные точечки. Ну, у него есть время на криппинг, так что... Как там грейдов на атаку? 2 или 1 интересного Муна. Lightning Shield успевает накинуть этот подлый архимаг. Заметили, что кипер отступил от точки? Для того, чтобы хотя бы алхимик, вышедший, получил половину опыта. То есть, если герой находится рядом, то он получает весь опыт. Если никто не находится рядом с нейтралами в момент смерти, то опыт равномерно распределяется по всем героям, ну, союзным, находящимся на карте. Этот отход кипера, казалось бы, выбивается артефакт, ну, выпадает артефакт из этого, из этого мага. А он его отводит. То есть, есть определенный риск, что там Блэйд прибежит, стырит. Но это было сделано для того, чтобы как раз алхимик хотя бы частично получил опыт. Хорошие фишки. Какое количество арчей, ё-моё! И тут вообще нечем арчей убивать. Ну, просто нечем. В вышке змейки не убивают, шаманы не убивают, грантов слишком мало. Тролли, естественно, тоже пасуют. Сейчас распределяют урон, делает классный свиток. О-о-о-о, щемида. Минус два гранта, можно передать инвул. Можно до магазина сбегать, кстати. Да, но столько урона было внесено в этого алхимика. Перекупая, тем не менее, свиток Блэйдмастер в магазине. Алхимик даже не пытался, хотя инвул 15 секунд, казалось бы, сбегать и до магаза. Но козёл притащит сейчас свиток. Как же контролит хорошо, Мун. Лечит. Распределяет урон по арчам. Ждёт, когда можно будет использовать свиток. Должен сражаться, естественно, за эту базу, потому что там рабочие еле живые. Собирают кое-как. Хантреска там и пара арчей уже работают над тем, чтобы не было добычи никакой. Как он контроливает арчей, вы посмотрите. Да, тролля убили с Виндвока. Свиток пора делать. Е-е-е, ещё один свиток, минус Блэйд, 2-0, изи просто. Как так-то? Что это? Это два разных фокуса. Фокус, который с андедами шикарнейшим образом играет, и фокус, который отдаёт... Отдаёт Виверн просто на нейтралах. Так, и это ещё не всё. Следующий матч, который мы с вами посмотрим через 10 минут, будет Ла-Лайт против Императора. Фокус в фокусе и фокус без фокуса. Да, действительно. У нас есть университет, но обычно, когда ты играл в анти-найдолфе с шаманами и гранц, ты хочешь все в этих университет. Ты хочешь гранц с маз, уградец с шаман с уградцом, и тогда гранц с фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт-фонт. Это больше не против Хантрис. Он был против Арчер. Мы видели Литнинг Схилд, иногда пытаться, иногда не так, иногда не так. Не совсем, не здесь. Instead, это было Берзеркер. Небольшой перерыв. У кого-то шаверма, у кого-то чай. Скоро вернемся. Otherwise, of course, your powers would be an option, but that just takes way too long, and it's too cost an efficient. Grunts seem to be the option, or you go full hero kill mode, but you can't play against that as well as the Nidale. They learned that a couple of times ago. But what an easy... What an easy answer to this orc style. Just build less hunters and more archers, and it should be fine. Of course, these units are in the hands of Mood. It's not a forget about that. He did some great shadow melts and great control, but in both games, he got a gift by a focus that slowed down the orc so much, and you cannot lose time in this matchup. It's just racing against the expansion. He did a couple of delays there with expansion. That was okay. But then the Blademaster died, and he couldn't keep that up. And as soon as Moon had a minute of time, boom to fly, push, end. And usually the answer against archers is high level heroes. They're really good against that. But you have to play perhaps more passive early game. I think it's also harder with archers than it is with hunts. Like you kill the hunts a lot faster than you kill the archers, except with the blade. Like you have more damage against hunters in general than you have against archers in general. So they don't give too much speed either. So getting these high level heroes is pretty too tough. Usually something that is also very good against the piercing damage, which is like trickle damage, is Spirit Link. But going Spirit Link over Shaman, you have to make that decision early. And what if he doesn't go archers? What if he suddenly shows up with seven hunts and level four keepers? Then you don't have enough to spell and everything dies. Shaman is the safer choice. I don't know. What is the hard conflict with these archers? I couldn't tell you. We'll see. Lin, Fly and Focus. Maybe Lin, Guagua and the Huck have to come up with something. That's for sure. I don't know. I really don't. It seems very, very strong still, even after the recent patches. But Moon and the Keeper is just log. I guess not too many night elves to play like that. We'll see. We'll see. Our next game is the lower bracket semi-final. Newbie, Lawlion versus Happy. The last remaining Westerner is facing elimination. So is Lawlion, of course. The hype train kind of starts. There was a roadblock called Focus. And all of a sudden, the untouchable aura of Happy has just vanished. It's true. Before this day, the dream was still alive. Oh my god, it's gonna go 8-0 into the playoffs. Let's go 8-0 versus 8-0 Happy. Exactly. That was kind of the storyline that was possibly manifesting itself. But no, that was not the case. And Happy didn't make many mistakes, but he made a few mistakes. And Focus in that game was looking very strong and punished them super hard. Alright. We get an interview with Moon on stage. Who is the third player in the top four? $5,000 for him. Let's give a shout out to Moon. Of course. Big round of applause from the... Around about 200 people here. I think it's 20. He will be happy that this went to 1-2-0. So he can go rest now. Prepare a strategy for tomorrow. Not too much time to prepare. He will be up against 1-2-0. Clash of Generations. The 22-year-old against the 32-year-old. That's gonna be a lot of fun as well. Best of five between those two. I'm pretty sure we're gonna see a Warden if we go to Terranos. Pretty sure we're gonna see a Demon once. Pretty sure we're gonna see a Keeper once. It's gonna be... Lot of variety. It's gonna be cool. It's always been one of the biggest strengths. He plays so many different heroes. And execute them well. Three players still alive in the lower bracket. The winner there, the survivor of the three, will face TH. TH versus Law Alliance hype. Rematch of TH with Focus. If Focus stays like he did against Happy, then it's Hype if he stays against... TH versus Happy will blow out the incident in the Western Walker scene. I mean we're in the top four. There's basically only awesome matches left. And here in Group B it's still anyone's ticket. Anyone's second place ticket. But only one can get it. Who's gonna get it? Do we have... We've seen every player play now at least once. Do we have a favorite of the remaining three? Not really, no. If Focus had played better just a moment ago against Lun, I would've said Focus. Yeah. But that was honestly kind of disappointing. Yeah. So far, Law Alliance had great strategies prepared. I wonder what's up his sleeve against Happy. Because he needs something special here, I feel. Otherwise, you just get pieces by timing for this. If Focus plays like he plays against Happy, then he's definitely one of the favorites. But from judging this game, the winner of LawLight was Happy. But it's so hard to say in this group. It's a three-way tie basically. I think Focus will also be hoping for a happy victory. Then playing against Happy again. He can go into that with confidence. Realizing, okay, I won earlier with two there. I was looking strong there. Let's just shake off this defeat against Moon. Whereas LawLight is knight of just as Moon is of course. So I imagine Focus would prefer to face the under there. It's gonna be a rematch, by the way. It's gonna be a rematch, by the way. LawLight versus Happy. You saw that not too long ago in the show match. But that was online. That was on NetEase. That was Happy with the... Нет. Всего 13 было сообщений по поводу переводчицы справа. Я переоценил сексистский настрой чатика. Вы молодцы. Следующий матч. Ловый браукет, семифинал. Ну ой.